Всем привет, это Альтман. Здесь мы будем говорить про новости. Подписывайтесь на этот канал. Я начну обзор. Начнем с очень важной новости. Пока выходите на работу, смотрите сериалы и спите по ночам, в Ташкенте полным ходом идет борьба с бездуховностью, заполонившей столицу сверху донизу. Куда ни глянь, везде пошлость, разврат и непотребность. Вы только посмотрите на телевышку, она так похожа на сами знаете что. Так вот, как ими от Икасарайского района Ташкента, обязал владельца смузи-бара на улице Шатару Ставели демонтировать бесстыжий баннер с девушкой, которая делает гимнастическую растяжку. Смелая прислужба район администрации пишет, что снятие баннера добилась специальная комиссия по вопросам манавиата при Хакимиате. Кстати, вот он. В Хакимиате объяснили, что изображение не соответствует нравственным принципам, и поэтому комиссия потребовала не просто заклеить арт-рисунок, а содрать его со стены. Момент снятия баннера со стен смузи-бара был задокументирован официально. Благодарю борцов за духовность, за то, что их бдительное око не бдит и следит за тем, чтобы мы жили в духовности и благоразумии. Ахмад. Остановитесь! Я всегда говорил, что у нас очень творческие люди. Где-то заклеивают, а где-то дорисовывают. На официальных страницах ГУВД Ташкента в социальных сетях были опубликованы фотографии о том, как сотрудники ОВД оказывают помощь жителям в рамках движения «Доброта и поддержка». Бдительные пользователи, которых заставляют в масках ходить в жару, сразу же обратили внимание, что некоторым сотрудникам на фото защитные маски перерисованы. Особенно забавно это выглядит вот на этом фото. В отражении маски нет. Дизайнер явно не из студии Лебедева. Пресс-служба ГУВД, к сожалению, для блогеров повела себя мудро и просто признала ошибку. Да, это была ошибка. Сотрудниками проведена беседа, им разъяснено, что даже при фотографировании маски снимать не разрешается, даже если имеется блокатор вируса. Если меня смотрят сотрудники пресс-служб, помните, даже если случился косяк, признание его и извинения очень сильно сбавляют градус напряженности. Не ошибаются лишь те, кто ничего не делает. Ответственность предпринимателей за зараженных. А теперь о новостях менее важных. Выход из карантина в Узбекистане иногда можно сравнить с известной присказкой о кнуте и прянике. С 15 июня в свободных от коронавируса регионах возобновили работу кафе и рестораны. Но в спецкомиссии по борьбе с ковидом решили, что эту позитивную новость необходимо разбавить большой ложкой дегтя на обед или ужин. Идея перекинуть затраты на лечение больных коронавирусом на кафе, рестораны и прочие общественные места, нарушившие правила карантина, в принципе не нова. Она отвратительна, но не нова. Это называется принципом коллективной ответственности. Особенно ей увлекался советский легендарный педагог Макаренко, когда перевоспитывал беспризорников и хулиганов. Теперь вот воспитывать несознательное население решили через коллективы кафешек. Не досмотрел, посадил к себе за стол больного, будь любезен отвечая перед нездоровым своим кошельком. Предприниматели отбиваются как могут, пишут посты, запускают хэштеги. В ответ голос государства Нурмана Табеков предложил бизнесу, сводящему сейчас еле-еле концы с концами, закупиться видеокамерами, чтобы всегда иметь при себе карантинное алиби на случай эпидемиологического расследования. Логика действий властей здесь укладывается в нынешнее понимание модели нашей экономики. В первую очередь поддерживать нужно крупные отрасли, а малый и средний бизнес у нас и так креативны, сами справятся как-нибудь. В условиях карантина предпринимателям предложена каша из налоговых мер, которые сейчас ему совсем не интересны. Светом в конце туннеля дезинфекции стали недавно обещанные кредиты на 100 миллионов долларов. Вот и есть на что купить вам видеосистемы наблюдения и средства защиты. А про развитие подумайте уж как-нибудь сами, если деньги останутся. Но это же так. Знаете, какой банк раньше всех запустил удаленное оформление международных карт и бесплатную доставку их на дом прямо вам в руки? Равнак банк. И это была бесплатная премиум-карта MasterCard Gold. С ней у вас есть отсутствие комиссии за покупку в любых точках интернет-магазинах, кэшбэк, возврат денег от 0,5% с каждой покупки на сумму более 100 долларов, а еще депозит всего 5 долларов и никаких скрытых дополнительных комиссий и транзакций. Что такое премиум-статус-голд, вы можете узнать на сайте, пройдя по ссылке в описании. Для открытия и управления картой MasterCard Gold необходимо скачать приложение РБК Мобайл. Это вторая ссылка в описании. Скачивайте приложение, делайте селфи с паспортом и карту привозят вам домой. Я не шучу. Все так легко, просто и удобно. Качаем. Переполненный автобус. На прошлой неделе социальные сети облетело фото автобусов, в котором люди еще не знают о существовании коронавируса и о том, что есть такое понятие, как социальное дистанцирование. Хотя фотография сделана на этой же неделе. Как отмечалось под фотографией, на 44 маршруте всегда ездили автобусы большой вместимости МАН или Мерседес. Однако пятый автопарк настолько заботится о своих пассажирах, что вынуждает людей нарушать социальную дистанцию. Так говорится в подписи фотографии. А я, знаете ли, попробую подойти к этому с другой стороны. Винить, конечно, то Шахар Транс Хизмат приятно. Я до сих пор не могу им простить отсутствие кондиционированных автобусов узбекским летом. Но проблема в том, что мы, люди Узбекистана, всегда ждем, что кто-то будет решать за нас, как нам жить. Президент, Хаким, ГУВД, ГУВДД, начальник ТСЖ, Азадбек Назарбеков, я не знаю. Можно сколько угодно ругать то Шахар Транс Хизмат, но этих людей, тех, кто ездил в автобусе, никто насильно в автобусы как кильку не запихивает. В магазинах никто не прижимает нас насильно друг к другу. Никто не заставлял нас купать картошку и толпиться на рынках в разгар пандемии. Или проводить свадьбы, когда запрещено. А что такое нереальное может быть, что люди готовы умереть, но провести свадьбу? Я искренне не понимаю. В большинстве своих проблем и таком обществе виноваты только мы сами и никто иной. Надеюсь, это стоило того, чтобы подвергать свою жизнь опасности и втискиваться в этот несчастный автобус, как будто он последний в этом году. Голову включи. Голову. Коронавирус выявлен у двух сотрудников кабинета министров. И все бы ничего, заразилось уже много людей по всему миру, включая очень и очень известных. Например, Нурсултан Назарбаев или Дмитрий Песков. Том Хэнкс или Борис Джонсон. Но у нас это так подается и обсуждается, словно заболевший COVID-19 сразу попадает под категорию прокаженных или так, как будто они уже фактически умерли. Прости, господи. Заразиться вирусом может каждый, вне зависимости от того, достойным ли он делами занимался или нет. То есть вы понимаете, да? Это не сифилис. А теперь вспомните эти истории про наших сограждан, которые злятся или обвиняют соседей в том, что те заболели. Или когда СМИ называют места, где нашли заболевших, и мы с придыханием стараемся обходить эти места стороной, что не имеет вообще никакого смысла. Беречь себя нужно в любом случае, но доводить эти вещи до психоза совсем уж глупо. Еще одна большая резонансная новость прошедшей недели из Надежана. Местный житель скончался в больнице от побоев после задержания сотрудниками органов внутренних дел. За неделю стало ясно, что, скорее всего, милиция выбивала таким способом долги и перестаралась. Также уже ясно, что трем подозреваемым предъявлено обвинение в пытках и незаконном задержании погибшего. Сейчас, когда в Америке и в Европе только-только заканчиваются впечатляющие столкновения, наша общественность не остается в стороне. Мы активно комментируем противостояние противников расизма и тех, кто пытается сохранить статус-кво. И вроде бы это где-то далеко, и вроде бы мы где-то над схваткой. Но все встает на свои места, стоит только признаться себе честно, что в Узбекистане есть свои черные и белые. Белые – это чиновники, силовики и олигархи. Все остальные – те самые черные, которых правоохранители могут без особых причин избить, а то и просто убить при задержании или допросе, как это произошло в Мандижане. Разве каждый из нас не сможет сходу вспомнить несколько историй о том, как простой человек попался под ноги непростому и был перемолот? Сколько вокруг историй про то, как за ничтоженной дозой наркотиков, иногда и вовсе подкинутых или приглянувшийся участок земли, ломаются судьбы людей? Вообразите себе эти конфликты, так сказать, в цвете, и многое станет понятно и в судьбе Джорджа Флойда, и во всем происходящем за океаном. Но сейчас ведь только скажи об этом в сравнении громко и сразу спросят, вы что, хотите как в Америке? Закрытие МИП. Президент Узбекистана на прошлой неделе своим указом утвердил очередную рокировку в нашей энергетической сфере. Собственно, новости здесь две. Первая – для внешнего мира. Компания «Устрансгаз», занимающаяся поставками голубого топлива на мировые рынки, избавляет от лишнего балласта. Все эти внутренние сети, тарифы, кредиторы поэтапно до конца 2021 года переходят в ведомство «Худудгастаминод». Для этого оно и было создано. В принципе, решение логично. Бумаги «Устрансгаз» готовят к Айпио на зарубежных биржах. И такая долговая ноша компании совсем не нужна. О долгах – вторая новость, уже для внутреннего пользования. В соответствии с указом президента, пресловутый Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре с 1 августа утеряет функции контроля и учета оплаты населением газа, электроэнергии и бытового мусора. Теперь долгами в этой сфере займутся сами сбытовые компании. Газовый кран рубильником, как говорится, в руки. А почему он, а не я? Достаточно набрать в Google три заветные буквы «БПИ» или «МИП», и сразу становится понятно, почему новость так важна. Ведь отношения между смелыми парнями в темно-синей форме и населением сложились не сразу. А тут еще случился карантин и освобождение от оплат коммунальных платежей. Карантин завершается, и если бы бюро оставили вновь собирать долги за газ и свет, то вновь было бы не избежать этих историй – драк, обливание бензином и тому подобное. Тем более сейчас. Потому что после снятия карантина счета выросли, и люди вновь стали отключать, например, от света. Напряжение серьезное, люди раздражены. И тут в дверях – оп, и опять нарисовался инспектор БПИ. Не к добру было бы это. Извините за вторую рекламу в выпуске. Я просто коплю на квартиру в Мироват Авеню. И мне сейчас любая сумма хороша. Что не отменяет того факта, что вот эта штука офигенна. Это обеззараживающий коврик, который поможет сократить риски заражения коронавирусом. Он чрезвычайно прост в использовании. Вы просто ставите его на порог своего дома, спрыскиваете антибактериальной жидкостью, она продается в любой аптеке, и вуаля! Антибактериальные коврики у входа в помещение принимают на себя главный удар. Они собирают грязь, поглощают пыль и бактерии с обуви, поддерживая атмосферу чистоты и стерильности. Будьте здоровы! Есть три известных человека, упоминания которых приводят в истерику любое количество людей в Узбекистане. Это Джахангир Атахаджаев, Шерзот Кудратхаджаев и Артемий Лебедев. И это понятно, потому что в политике и дизайне у нас разбирается любой, кто умеет сидеть на фейсбуке. Мне кажется, если три этих персонажа встретятся когда-нибудь, Ташкент нагреется как солнце. Так вот, скандально известным своими материалами издание Репост выкатили на днях обновленный логотип, сделанный в студии Артемия Лебедева. Деньги есть, судя по всему. Лого в целом норм, это я вам как директор дизайна студии Бернбокс говорю. Оно отличается от логотипов других изданий и приятного восприятия. Конечно, можно было добавить туда золото, больше богатства и нарисовать ручку, ведь это же журналистика, но остановились на минимализме. Создание лого было приурочено к обновлению сайта в честь трехлетия издания. Поздравляю, ребят, с этой датой. Посмотреть на процесс создания и на элементы фирменного стиля можно на сайте студии Артемия Лебедева. Поговорим о дизайне. Запомните слова простого Альтмана. Как только наше общество будет окружать правильный дизайн во всем, в городе, рекламе, на телевидении, инновациях, наша жизнь будет совершенно другой. Но до этого момента у нас так и будут вырубать деревья, сносить историю и класть криво асфальт, потому что правильный дизайн – это прежде всего правильное отношение к жизни, а не наоборот. Я не понимаю, откуда ты берешь такую фигню? Вода в Ташкенте. Хорошая новость из Хакимиата. Компания СУЭС в течение 7 лет обновит всю систему холодного водоснабжения в Ташкенте. То есть все старые сгнившие трубы заменят на новые. За счет того, что трубы будут соответствовать европейским стандартам, любят у нас европейские стандарты, очень сильно изменится качество воды. Очевидно, что вода, которая сейчас течет по ржавым конструкциям, далеко не та вода, которая подается по новым современным трубам. Всем потребителям поставят новые умные счетчики, причем абсолютно бесплатно, как утверждает Хакимиат. На простых жителях это никак не отразится. Они как платили за холодную воду, так и будут платить. Основную же часть расходов берет на себя государство. 142 миллиона долларов выделяет европейский банк. Так называемые мягкие кредиты. Мягкий кредит. Погуляйте, пожалуйста, что это такое. Все расходы по проекту, установка счетчиков, расходные материалы и прочее, будут проходить через тендеры. То есть схема абсолютно прозрачна, как будущая вода. Обожаю позднего Михалкова. Помимо качества, изменится и способ учета расхода воды. Старая система водоснабжения не давала полной картины. Куда уходит вода, где утечка, почему происходит перерасчет. А современные решения способны детально показывать данные расхода благодаря установке умных счетчиков в двустороннем порядке. И у потребителей, и на выходе с накопителя. Все данные будут вводиться на монитор в виде своеобразной карты, на которой отображаются утечки, аварии и несоответствия в режиме реального времени. Новая система значительно улучшит качество воды и позволит избежать перерасхода важнейшего природного ресурса – пресной питьевой воды. Открытое небо. Министерство транспорта Узбекистана с 1 августа вводит режим открытого неба с пятой степенью свободы во всех 10 региональных аэропортах страны. Новость, которая должна окрылить всех тех, кто так или иначе связан с авиабизнесом в стране. Поясню, что пятая степень позволяет иностранным компаниям летать из Узбекистана не только в странную их регистрацию, но и в другие. К примеру, аэрофлот может из Самарканда летать не только в города России, но и в Турцию или даже в Мозамбик, если ему это нужно, конечно. Раньше такого мы позволить иностранным перевозчикам не могли. Наша монополия в воздухе и гражданской авиации работала только на основе паритета. Куда мы, туда и они. Режим открытого неба наше правительство пытается запустить еще с февраля 2018 года. Как водится, одного желания и декларации о намерениях оказалось мало. Для того, чтобы заманить иностранного авиаперевозчика, нужно было навести порядок с аэропортовыми сборами, ценами на топливо и еще целым списком вопросов наземного сервиса. К тому же, пока Минтранс так и не смог запустить механизм передачи аэропортов в частные руки инвесторов. Здесь сработал механизм чемодана без ручки. Самим носить тяжело, но отдать надолго в чужие руки жалко. Пока, правда, не ясно, удалось ли решить все эти вопросы. Но все-таки в Минтрансе сегодня сидят действительно смелые люди. Запустить аэропорты в новом режиме работы после столь длительного простой отрасли, которая по всему миру находится в состоянии депрессии, это действительно нужно иметь крепкие стальные крылья. Блогеры. На неделе два поста телеграм-блогеров показались мне интересными. Первый – это интервью Али Кахорова и Назема Сафари с узником тюрьмы Жаслык. Драма и история человеческой жизни против бесчеловечной машины наказания. Рекомендую прочтению. А второй пост – это материал Бориса Жуковского на его канале «Ташкент вокруг», где он сетует на вырубку рощи во имя дороги по улице Ахмад-Даниши. И поясняют, почему новая дорога не решит проблему с пробками, а единственными спутниками новых полос будут жара, грязный воздух и возможность потратить много денег из бюджета. Сегодня мелота недели выглядит так. Во время карантина в австралийском парке в Новом Южном Уэльсе завязалась необычная дружба между коалой Эльзой и вомбатом Хоупом. Однажды самку вомбата по кличке Хоуп поместили в вольер коалам, пока сотрудники парка чистили ее клетку. За это время Хоу смогла подружиться с коалой Эльзой. Затем они стали много времени проводить вместе. При встрече они целовали друг друга в нос и заметно скучали в разлуке. Заметив это, сотрудники парка поселили их в одном вольере. Не знаю, видел ли я что-либо когда-нибудь более милое и трогательное? Ну, может быть, пожалуй, только глаза района Хакимов на встречах с президентом. Одного из самых моих любимых писателей, Бориса Акунина, недавно спросили, а что для вас самое главное в жизни? Он ответил, прожить свою собственную жизнь, а не ту, что мне навязывают другие люди и внешние обстоятельства. А еще найти и развить все хорошее, что вам не заложено, и убить все плохое. Задумывайтесь почаще, друзья, что для вас самое главное в жизни. Мне кажется, это большой шаг на пути к счастью. Берегите себя. Все будет хорошо. Всем пока.